Всегда приятно видеть вас бодрым и, несмотря на разного рода течения, уверенным и веселым, блеском в глазах. Во-первых, спасибо за то, что вы, как всегда, верны слову. Мы договорились с вами, что мы проведем в этом году вы, прежде всего, Сбербанкеаду в Беларуси, спортивный праздник. У нас недавно прошел европейский такой фестиваль спортивный, а сегодня Сбербанковский. И что приятно, что больше трех тысяч человек. И как раз нам, в общем-то, и готовиться. Не надо было объекта и так далее. Все было в порядке. Всегда поддерживаю такие мероприятия, потому что это не просто спортсмены какие-то за деньги выступают. А это люди, которые сегодня трудятся на огромном предприятии, скажем, определенно Сбербанка вашего. И вы организовали им такой праздник, где они могут себя показать и здоровье бесплатно получить. Ну и познакомиться ближе с Минском. Это привлечение туристического потока. Это люди, которые активные, они расскажут о Беларуси много. После них приедут их близкие, родные, друзья. Ну просто с кем они будут иметь в трудовых своих коллективах контакты. Поэтому это очень выгодно для Беларуси мероприятие. Поэтому я вам за это благодарен. Благодарен за то, что вы продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России и в Беларуси. Тем не менее, вы так крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц начали больше кредитовать. Это, по-моему, тенденция и в России у вас, и в Беларуси. И в Казахстане. И в Казахстане. Снизилось ли у нас немного кредитование сектора экономики, да? Нет, идет кредитование экономики темпами выше инфляции. Но поскольку в банках есть ликвидность и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, то они, безусловно, эту ликвидность направляют на кредитование населения. Главное, чтобы в разумных пределах. В общем, то, о чем мы когда-то договаривались, когда вы пришли в Беларусь, вы это твердо держите. Я очень ценю это ваше качество. Если уже сказал, значит, сделал. Это великое дело. Сейчас мало, к сожалению, таких людей, которые держат слово. Вы один из таких, поэтому мне очень приятно с вами всегда общаться. Знаю, что это будет всегда на пользу. Ну и вы должны помнить, что если вы решите провести любое мероприятие в рамках своего предприятия, или вы будете что-то патронировать и скажете, что вот это надо. Знаете, что в Беларуси у вас есть надежный опор. Продолжение следует...